Мастер, а где случилось ваше просветление? Мастер, а где случилось ваше просветление? Мастер, а где случилось ваше просветление? Такое ощущение, что сегодняшний день кто-то очень хочет просветлеть. Такое прям ощущение приходит. Как это было? 1990-м году. Я был в одной группе, в тишине, в группе Випассана, только тишина. Группа продолжалась 15 дней. На шестой или на седьмой день я почувствовал и с утра встал. Первая мысль во мне. Сегодня мой последний день. Я умираю. Все мое существо, все. Сегодня я умираю. Я больше никогда не увижу этот мир. И те деревья, и те люди, и все. Сегодня я ухожу. Я упал в ниц, как бы перед всем, перед каждым деревом, перед всем миром. Простите меня, если я что-то сделал не так. Простите. Если я как-то обидел вас, если я как-то повредил вас, затронул вас, простите меня. Я смотрел везде вокруг и знал, что сегодня я ухожу. Я пошел, ну, чтобы пошел в душ, вернулся и лег под дерево, лежал и ждал. Сегодня смерть придет. Сегодня придет моя смерть. И ждал. Везде нежда. Я не ходил ни на... никуда еще не ходил. Только лежал и все, и ждал. Я все, я полностью уже как бы мертвый. И вдруг... Вечером около 7 часов вечера. Там тоже был кэмп, как здесь. Медитация заканчивалась. Медитация Татхата. Происходила. Иногда я делала эти медитации с людьми. Я слушал, слушал. Я не ходил на медитацию в этот день. Я просто слушал. И вдруг... Вот эта третья часть медитации, которая называется Татхата, она пришла. У нас был сидис с голосом Ошо. И Ошо говорил, вы умираете на сидиске. Примите все, вы умираете. Я слушал, и вдруг... Что-то случилось со мной. Что-то внутри живота произошло, и я вышла из тела. Я вышел. И закончился. До этого... Мое тело стало как тело Ошо. Я почувствовала это. Как-то я закончился, и он здесь. Перед тем, как вы заканчиваете, мастер приходит у вас. Его тело, все. Потому что вы не можете сами это сделать. Сейчас его работа начинается. Он... До этого как бы его работа была чуть-чуть, но когда... Когда ученик близок просветлений, то начинается его реальная работа. Он беспокоится об этом. Да и вы как маленький ребеночек. Он уберет вас полностью. Его работа начинается. Я стал как он, и вдруг что-то случилось, и я как бы вылетела из тела. И закончился. Так случилось. Я как бы почувствовала свет, свет. Затем, может быть, через тридцать минут там, через некоторое время. Затем я вернулся опять в тело. Но пошел по-другому. С ощущением, я знаю все я. Кто я, что я. Что случилось. Потом опять уходил, опять возвращался. Когда я возвращался в тело, начиналось изливание на меня божественных знаний. Всех мастеров. Махавира, Будды и так далее. Столько много знаний. Так и продолжалось некоторое время. Тот день. Это случилось. Через шесть месяцев я вернулся домой. Начал работать. Почувствовал нет. Я заканчиваю все. Один человек. Я пришел домой. Начал свой бизнес. Два года. Я ничего никому не говорил. А, не говорил о том, что я просветлен или что-то случилось. Я знал, что я закончу, но ничего не говорил. Два года я ничего никому не говорил. Я даже не хотел этого говорить. Я знал, что это случилось. Я закончился. Я просто жил нормально, работал. Возвращался вечером, получал удовольствие сам от себя. Два года я никому не говорил. Если смотрю на вас, что-то продолжает. Что-то случилось вам хочется сказать и это случилось. Может, я уже просветлен, может быть, я уже готов к просветлению. Просто побудьте с этим, не говорите ничего. Кто должен знать, тот узнает. Я чувствую, что я вынужден, что я должен обязательно сказать. Кому говорите? Все ушло, весь ум ушел и никого не было. Зачем говорить? Через два года я приехал в Пуну. Так что поблагодарите мастера. Мастер уже ушел из тела. Я пришел. Один мой друг, он что-то почувствовал. Он привел свою девушку. Она и я. Мы втроем сидели в моей комнате. И всю ночь я говорил. Говорил, говорил, говорил. У меня исходили знания. Они оба слушали. Ночь прошла как пять минут, как единое мгновение. Следующая ночь опять. Третий день я сказала, я возвращаюсь назад. Она сказала, я хочу поехать с тобой. Я сказала, что там невозможно, у меня нет специального места для того, чтобы... Я приеду просто еще раз. Через полтора месяца я приехала вновь. Она привезла с собой шесть-семь друзей. В моей комнате было шесть или восемь человек. Все сидели. Один человек спросил меня. Очень такой сильный человек, негативно настроенный. И я сидел на своей кровати. Они сидели на креслах. Он спросил меня. Это моя девушка. Зовет Мукта. Она мне сказала, что ты просветленный. А ты вообще просветленный? В тот момент я не говорил на английском. Только на хите. Я посмотрел на него. Сказал. Я не могу дать тебе ответ. Этот человек сказал, если ты не просветлен, так скажешь, что не просветлен. А я говорю, не могу тебе показать это. Я закрыл глаза. Я закрыл глаза. Два часа, три часа прошло. Я получал удовольствие от тишины. Каждый день я сидел по пять, по шесть часов. Шесть часов для меня были как шесть минут. Я закрывал глаза и не уходил. Закрывал глаза и исчезал. Через полтора часа, через сколько-то я открывал глаза. Они приходили, сидели в тишине и уходили. Семь дней прошло так. Через семь дней после этого, я сказал, что этот час заканчивается. Я возвращаюсь обратно в мой город. Все заканчивается. Там немножечко поговорили. Немного по-английски я мог говорить. Я спросил их, вы получили ответ на ваш вопрос, просветлен ли я или не просветлен? Они сказали, да. Мы получили. Мы знаем. Мы знаем очень хорошо. У нас не было ни такого опыта ни с кем. Наше сердце говорит нам, да. Они все приехали ко мне в городок. В следующий раз я приехала, пришло больше людей. В следующий раз еще больше. Большая комната, вся была заполнена людьми. Все начало происходить вот так. Когда я сидела с людьми, нет. Значит, существование хочет, чтобы эта работа происходила через это тело. Это происходит. Все, что они хотят, чтобы я был молчаливым, я буду молчаливым. Если нужно говорить, я буду говорить. Я делаю то, что хочет существование. Я делаю. Так происходит. Это очень просто. Просто обычный человек. Рассветление. Это ничто. Никем. Ни то, ни это. Ничего нет внутри. Ничего. Это значит ничего. 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 Это значит ничего. Восемнадцать лет прошло. Может еще десять лет и с вами вернусь к себе домой. Мой дом самый лучший, самый просветленный. Я жду этого момента, когда я вернусь к себе. Я в теле. Одна часть у меня еще связана, что я в теле нахожусь. Он будет свободен. Он будет свободен. Он будет свободен. В жизни Будды происходит очень хорошо. В жизни Будды происходит три события. Первое, когда останется Будды. В этот момент самый лучший. Он изменяется. Он трансформируется. Тоталь. Это лучший момент. Второе, когда он становится просветленным. И в этот момент он не может быть, что происходит. Это очень происходит быстро. Ум приходит в состояние не ума. Непонятный процесс. Что такое? Что такое? Что произошло? Потому что это только происходит. И он не полностью осознан. В этом момент, когда происходит, он не понимает. Затем он ждет, когда кто-то из его учеников станет просветленным. Он ждет этого. И он хочет увидеть, как процесс этот происходит. Что происходит? Как этот человек становится просветленным? Как он приходит за пределы ума? Он ждет этого. Для Мастера самый лучший момент, это когда кто-либо становится просветленным. И совершенно неважно для Мастера, то ли его ученик рядом с ним, то ли он далеко от него. Мастер будет знать еще до этого. Он смотрит как будто в телевизоре, он все видит, что происходит. И третье, самое лучшее, что происходит в жизни. Он покидает тело. Он уходит в нирвану. Он заканчивается. Навсегда. Растает в существовании. Он ждет этого момента. Это самый лучший момент, когда он заканчивается, выходит из тела. Очень опасный момент. Нито не хочет. Нито не хочет. Обычные люди не хотят убирать. А Будда хочет. Это его королевство. Он хочет уйти туда. Уйти в свое королевство, свой дом. Все закончить. Полностью растаять. Это случается. Окей. Все очень много говорили о просветлении. У versteе. Время. Это не заcoat. Надо кроветрик. lotta кровати, не брать�нут бы с ерунда.